Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, новости, да, я, конечно, с утра полез смотреть насчёт вот этого суперджета. Я вчера вам последним роликом рассказал, что был пожар, приземлился самолёт неисправный. И, в общем, вчера первое, что сказали, что жертв нет вообще. 78 человек, все живы-здоровы, пляшут и смеются. Потом, значит, вот вчерашняя ещё одна новость. Погибли 13 человек, среди них двое детей, да, это официальный представитель Следственного комитета. И вот уже вчера было, ну, я просто не стал в эфир лезть, значит, окончательный результат. 41 человек, жертвы, да, 41 человек. Среди погибших один член экипажа. Вот. И там ещё будут разбираться, потому что, ну, пожар же был, и будут по ДНК восстанавливать. Ещё кого-то не посчитали. Так что я думаю, что жертв будет ещё больше. Почему там кто-то ещё в больнице лежит, неизвестно, выживет или нет. Там несколько человек в больнице. Ну, в общем, так. Вот ещё тут я вот из разных источников. Суперджет вчера приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами. Неужели молния могла столько наслесарить, что уже и связи не было? Да, он не сбросил топливо. Главное, не пойму этой параллели. Он не сбросил топливо, потому что связь с диспетчерами была полностью утеряна. Ну, при чём здесь диспетчеры и... Ну, в общем, его же видят так визуально совершенно. Ну, я не знаю, я в этом не очень разбираюсь. Причины пока не ясны. Говорили про молнию, но причины пока не ясны. И вот сегодня первая статья Геннадия Гудков. Суперджет совсем не супер. Да, вот он тоже пишет, что судьба нескольких пассажиров неизвестна. И давайте вернёмся к продолжающимся авариям и катастрофам. Это уже Гудков пишет, да. Есть только факты. Россия мировой лидер по числу катастроф и погибших в ней за последние 10-15 лет. По перевозкам мы бесконечно, мы, в смысле России, бесконечно далеко от лидеров. В США 1 миллиард пассажиров в год перевозки. В Китае 500 миллионов. Япония, Германия, Индия, Франция, Британия, Бразилия и многие другие впереди нас. Как по числу перевезённых пассажиров, так и по безопасности полётов. Многие страны с 1947 года. Это начало современной статистики. Авиаперелётов вообще летают без аварии и жертв. Россия же переводит около 85-90 миллионов пассажиров в год. Это в 12-13 раз меньше США. А аварий больше, ребята. Ну, дальше Гудков начинает в дудку дудеть. Провал государственной политики и так далее. Ну, в общем-то, и так всё ясно. Ребята, интересно, что в России в падениях лайнеров всегда виноваты только пилоты и погодные условия. Весь остальной мир летает в тепличных погодных условиях, а зарубежные пилоты сделаны из особого теста. Наверняка и в сегодняшней катастрофе окажутся виноватыми стрелочники, пилоты, стюарды или даже сами пассажиры, которые вместо того, чтобы спасаться, стали чемоданы с полок доставать. Скажите, пожалуйста, а вы всё-таки поняли по итогам расследований, почему рухнул в море Ту-154 с ансамблем Александрова на борту, 92 жертвы? В 2016 году было, между прочим, три года прошло, ничего не изменилось. Почему упал самолёт в Ростове, унеся 62 жизни? А последняя авария с Ан-148, 71 погибший в феврале 2018-го в Подмосковье? Лично я так и не понял. Да, и здесь тоже, правда, не добьются. Сейчас уже на молнию всё спихивают. А теперь будут бояться расследовать, потому что сам Путин сказал расследовать. Ну, в общем, дальше видно будет. Я вас буду знакомить, конечно. В Шердловской области из-за стрельбы депутата Госдумы из автомата задержан его помощник. Даже не его помощник, а тёща помощника. Вот почему в полицию для дачи объяснений увезли тёщу его помощника Павла Грибкова? Не сам депутат, даже не его помощник, а тёщу увезли. Кто-нибудь мне объяснит, почему так? Стрелял один, а виновата тёща. Тёща помощника. А его не трогают. Ну, вы чё, он депутат. Ладно, в Америке. А вот в Америке спецпрокурор Роберт Мюллер согласился дать показания в Конгрессе 15 мая. Полный текст его доклада по итогам расследования Конгресс так и не получил. Опять там что-то накроили. Ну, Трамп там вмешивается активно. И Трамп комментировал вызов Мюллера на допрос по российскому делу. Они что, это Трамп уже пишет, они что, стремятся всё переделать, потому что им очень не понравилось то, что было в выводах? Конечно, не понравилось. Конечно, это журик Трампа. Я говорю это как гражданин Америки. Трамп назначил новую главу иммиграционной полиции. Ну, вот. Теперь туда. Ну, ладно. Я вообще не знаю, что это за должность, но могу себе представить. Так, в Москве начнут отключать отопление 6 мая, если холодно будет. Вот у вас так, ребята, вот как сверху. Пришёл указ и всё, отключать. А у нас отключение у каждого своё в подвале. Или если ты в квартире живёшь, там просто подвигаешь рычажок и отключаешь или подключаешь. Ну, у вас там стадо ведь. Вы стадным образом жизни живёте, ребята. А у нас здесь каждый человек – это личность. Вот в этом разница. Даже в отоплении. Бланки СССР ещё в ходу. Младенцу выписали рецепт от 1919 года. Ну, в общем, это в Черябинске. Педиатр выписал годовалому ребёнку рецепт, дотерянный 4 мая 1919 года. Ну, там циферки стоят уже заранее. 19, да? Вот. Это она, в общем, где-то нашла форму рецептурного бланка, которая была установлена ещё в 1988 году. Бланки Мездрава СССР. Ещё СССР до сих пор в ходу. Ха-ха. Вот это да. Сколько времени прошло. Мрак. А у меня всё, ребята. У меня сегодня опять мои помощники работают. Интересно, Антона, ролик «Где учить английский в Нью-Йорке». Вот. Ну, вот он рассказывает, как это вообще выглядит. Вот. И Леон спел хорошую песню под названием «Которую я не знаю, ребята». Я песню знаю. Он как только начал петь, я думаю, ба, да это вот что. А название у песни «Синяя вечность». Вот послушайте. Всего хорошего. До свидания. С вами доктор Влад, Антон и Леон. Чао. Специально для канала доктора Влада. Всем доброго времени суток. С вами дежурный по Нью-Йорку Антон. И сегодня у нас тема такая. Где учить английский язык в Нью-Йорке? Немножечко, может быть, смешно звучит, но эта тема очень такая важная. Дело в том, что далеко не все люди приезжают в Нью-Йорк со знанием английского языка на каком-то очень хорошем уровне. Даже я скажу, зачастую люди приезжают, у них либо базовый уровень, либо вообще никакого нет. Такое тоже бывает и нередко. Все хорошо и прекрасно у тех людей, у которых хороший уровень английского языка, и они чувствуют себя в стране комфортно, и никаких проблем с этим нет. И все хорошо и прекрасно у тех людей, у которых, может быть, недостаточный уровень английского языка, но тем не менее они смогли, как специалисты, найти себе работу в англоговорящей компании. И там они потихонечку тоже будут совершенствовать свой English до того уровня, который необходим для спокойного существования в Нью-Йорке. Что же делать тем, у которых не так все прекрасно и хорошо с английским языком, я сейчас расскажу. Вы видите, я в начале ролика все время вам показываю библиотеку. А для чего я это делаю? Для того, чтобы вы поняли, что начинать изучение английского языка надо именно с библиотеки. И абсолютно не важно, с какой библиотеки вы начнете. С самой крутой в Манхэттене, или с самой простенькой в Бруклине, или в Квинсе, или в Бронксе, или в Стайтен-Айленде. Это абсолютно не имеет никакого значения. Абсолютно в каждой библиотеке есть English Conversation Group. То есть это группа разговорного английского языка. Приходите в ближайшую библиотеку, там где вы живете, узнаете расписание этой группы, приходите в назначенные часы, в назначенные дни, и человек-американец будет с вами заниматься. Можете ходить в разные библиотеки по разным дням и по разным часам. Это все зависит от вашего желания и от вашего свободного времени. Если желания и вашего свободного времени больше, чем достаточно, тогда вы можете еще изучать английский язык в школе. Я имею в виду обычную школу для детей. Не во всех, но в некоторых школах существуют классы для взрослых по изучению английского языка. Если в библиотеке группа длится 1,5-2 часа, то в школе это будет занимать от 4 до 5 часов в день. Информацию о школьных уроках, именно школьных, вы сможете узнать также в библиотеке, или даже лучше у тех людей, с которыми вы будете посещать группу в библиотеке. Вот эти люди, они уже наверняка что-то будут знать, и они с вами поделятся информацией. То, о чем я вам сейчас рассказываю, это совершенно бесплатно для всех. Конечно, существуют платные курсы английского языка, но это уже совсем другая история, и я об этом говорить вам не буду. И, конечно же, я тут не говорю о том, что язык можно учить и по интернету. Это вы сами и без меня хорошо знаете. И по уже сложившейся традиции, немножечко красоты в этот ролик. На этом все. Всем спасибо за внимание. Добрый день. Сегодня я хочу исполнить самую лучшую песню Магомаевой, которая мне нравится. Называется она «Синяя вечность». Магомаевой, которая мне нравится. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам, Ты ненадолго подаришь прибой. Море возьми меня в дальние дали Парусом алой вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласке сквозь синюю вечность летят до земли. Моря, море, море, преданным скалам, Ты ненадолго подаришь прибой. Море возьми меня в дальние дали Море возьми меня в дальние дали Парусы малые парусы малые вместе с собой. Большое спасибо. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Синяя»! Продолжение следует...